МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый продавец утверждает, что именно его арбузы самые спелые и вкусные. На вопрос, не рановато ли еще для арбузов, они смело отвечают. Это особый сорт, который уже созрел для употребления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такую жару я не смог устоять и взял один арбуз на одном из рынков Красноярска. Но перед тем, как попробовать, я решил проверить его, обратившись к экспертам. По внешнему виду арбузы не должны быть загрязненными, мятыми. Они не должны быть повреждены с хозяйственными вредителями. Они не должны быть треснувшими. У нас могут попасться арбузы не дозрелые, зрелые и перезрелые. Тогда, когда арбуз зрелый, у него ладоножка, к сожалению, нет ее, и утек должны быть сухими. Если по арбузу подскучать с огнутым пальцем, то должен быть умеренно глухой звук. Умеренно глухой. Если арбуз не дозрелый звуки, если арбуз перезрелый глухой звук, то здесь умеренно глухой звук. Мякоть арбуза красная, корка не очень большая, толстая. Это хорошо? Да, они бывают разные. В зависимости от ботанического сорта корочки бывают разные. Ну, вот здесь еще, знаете, здесь есть семечко белое, то есть не совсем достаточно дозревший арбуз. У зрелого арбуза семена должны быть черными или коричневыми. А вот здесь они еще светло-коричневые, то есть арбуз не совсем дозрел. Здесь есть белые семена. В арбузах определяются и нитриты, и пестициды, и так далее. Поэтому, если какие-то есть сомнения в качестве, то нужно провести исследование. Существует множество способов определить хороший арбуз. Интересно, как обычные люди подходят к выбору этой ягоды? Вырезать дольку, да посмотреть, какая у него корочка большая, небольшая. Большая корка, значит, что не доспел. Ну, я определяю. Если вот где сам хвостик отрошел, если он уже сухой, то арбуз действительно... Сейчас я покупать рано. Вообще, надо покупать в сентябре. Сейчас не надо их покупать. Ну, я не знаю, обычно на конце там есть такой, как это назвать? Хвостик? Да, по хвостику определяют. Если он сухой вроде, поскольку я знаю, то арбуз спелый получается. А я слышала, что по арбузу нужно постучать, и по звуку как-то определяют, спелый он или не спелый. Существует народный способ, как определить наличие нитратов в арбузе. Достаточно просто отрезать кусочек мякоти, бросить его в стакан с водой. Если вода помутнеет, значит, арбуз хороший. Если она окрасится в розовый цвет, значит, его есть ни в коем случае нельзя. Ждем несколько минут. Спустя несколько минут вода окрасилась в розовый цвет. Наш эксперимент наглядно показал, что арбуз, который мы приобрели, есть рискованно. Мне очень хочется съесть этот арбуз, но, увы, я лучше с этим повременю и отправлю эту ягоду туда, где и самое место.